С новым годом! Всем привет! Добро пожаловать на Маришка канал! Я японка, российская балета, студентка МГУ и живу в Москве уже 11 лет. Те, кто заинтересован во мне, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. На сегодняшнем видео я расскажу план, анонс и цель 2021 года, что будет на моем канале. И как всегда, под видео есть содержание, но дирательно посмотрите по порядку с начала до конца. Тогда поехали! Во-первых, я знаю, что в конце 2020 года увеличивали русские зрители. Спасибо тем, кто нашел и подписался на мой канал. Очень приятно. А до этого у меня было больше 80% японских зрителей и где-то 10-15% были русских зрителей. Поэтому в 2020 году я снимала видео на русском только в воскресенье и там ставила перевод на японского, а это не автоматический перевод гугла, это которое я сама на монтаже писала и ставила на спутитр. И во вторник и пятницу я снимала видео на японском, но тут я только подключила автоматический перевод гугла на русском. Но в 21-м будет так. В воскресенье выражу видео на русском с переводом японского языка, это так же, как и было раньше. И в среду выражу видео на японском с переводом русского языка. Ну как сегодня, когда такое особое видео, которое я хотела всем передавать, то я создам отдельно для русских и для японцев, но тогда только без спутитра и без перевода. А содержание моих видео, это о Японии, о России с точки зрения японки, значит от меня и балетия и так далее. Это особая тема моего канала. И я хочу и надеюсь за возможность хорошее отношение между Россией и Японией, поэтому именно такая тема и я постараюсь. И еще в сообществе я напишу, и вы можете знать про нам и анонс той недели, поэтому загляните и посмотрите в сообщество тоже. И второй, по поводу функции Stories. Я слышала, что у кого больше 10 тысяч подписчиков, можно пользоваться Stories, это короткое видео и как и обычная соцсеть. А на данный момент у меня еще не появился, но скорее всего скоро будет, тогда я буду снимать и выложу, поэтому посмотрите. А основное видео теперь я выложу только 2 раза в неделю, но Stories это коротко и легко, поэтому чаще снимаю и хочу посмотреть с вами. И третье, по поводу комментариев. Я очень рада получить, читать, ответить ваши комментарии, но тут подтверждаю, что я буду ответить начальные 100 комментариев. Просто если больше, то физически невозможно, а раньше я всем на каждом ответила на комментарии, но тогда я занималась свое время по 2-3 часа на одно видео за ответ комментарий. Поэтому за начальные 100 комментариев я буду отвечать и дальше я обязательно прочитаю и ставлю лайк. Если будут повторные комментарии в вопросе, и если это уже которые я ответила и кто-то знал об этом, то вы между сами подскажите и так и общаемся. И четвертый, про прямой эфир. Мне кажется, это самая хорошая функция для общения с зрителями. Поэтому, если кто-то не успевал на начальные 100 комментариев, но хотите получить ответ от меня, то участвуйте на прямой эфир и напишите на онлайн чат, я там отвечу. Но тут ютуба. Не забудьте, что паровина есть японские зрители. Поэтому прямой эфир ютуба получается паровина на русском, но паровина на японском. Зато у меня есть тиктока и там основной только русские зрители. Под этого видео есть ссылка моего тиктока, поэтому вы можете прыгать оттуда или ищите Маришка Чаннел. Там все видео на русском и для русских, тем более после стрима не остается запись, поэтому проще и легче. Так что я планирую делать раз в неделю. А может больше. Но без предупреждения я вдруг включаю. И пятый анонс. Про начальные слова приветствия моего видео. Мне нравится сам срок. Всем привет, добро пожаловать на Маришка канал. Очень ритмично и мне нравится. Но сам джейстовые руки не очень не нравились. Поэтому думала-думала и решила чуть-чуть поиграть. В начале каждого видео я покажу нарки, камни, ножницы или бумага. И давайте так и чуть-чуть поиграем со мной. Я понимаю, что это джейстка, но чуть-чуть хотела повеселить. А вы знаете, что в Японии даже мы, взрослые люди, когда что-то решаем, мы пользуем вот это. Поэтому вы можете писать об этом на комментариях. Я победила, сегодня мой день или нет. Поучаствуйте. А помните, в сегодняшнем видео я показала ножницы. Поэтому кого вы ко мне, поздравляю. Если кто-то уже начался играть. А теперь, на завершение этого видео, я расскажу мою цель 2021 года. Моя цель – это расчет этого канала и больше общения с вами, с зрителями. Прямой эфир тут включен с мыслями. Но моя конкретная цель – это открывать мастер-класс или собираться, и встретить с вами и общаться вживую. Пока четверое время с коронавирусом, поэтому я не знаю, когда можем начать собираться. Но когда откроют границу и может ехать туда-сюда свободно, то я бы хотела сразу уехать в Японию на отпуске. И тогда я собираюсь с японскими зрителями и буду познакомиться и общаться. И тогда, конечно, я привезу подарок из России, который я купила на прошлом прямом эфире. И из Японии, конечно, буду снимать интересные и полезные видео для вас, и в Японии куплю подарок и привезу, и тогда собираемся с вами тоже, и увидимся, и общаемся. Поэтому это моя цель. А больше конкретной цель, отчислея Ютуба, то я бы хотела набираться 30 тысяч подписчиков. Но для этого я сама знаю, что мне подзирать. Это буду стараться продолжать, снимать, монтировать и выразить видео. Поэтому просто я буду стараться. Спасибо большое тем, кто посмотрел до конца. И увидимся на следующем видео или на прямом эфире. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста.